Скорость света. Одна из самых интересных тем физики. В чем суть вопроса? С древних времен ученые привыкли, что если ты репу с телегу бросил, то к скорости телеги добавилась скорость репы. И так оно и есть. Репа, брошенная с телеги, летит быстрее. И все бы было замечательно, но со светом так не получалось. Хотя казалось бы, что если поехать быстро-быстро и выпустить свет из фонарика, то свет от него будет распространяться быстрее, чем обычно. Но свет никак не реагирует на скорость источника. Бросай фонарь, не бросай, свету чихать и на фонаре на телегу. Бросание фонаря излучающего фотоны не добавляет фотонам скорости. А это порождало много вопросов. Типа, неужто фотоны сами крыльями машут? А если не сами, то тогда кто их перемещает? Ситуация получается забавная. С одной стороны, рыбак уверен, что вобла от него по суше не уплывет. А с другой стороны, скорость воблы постоянно в системе отчета, связанной с любой кошкой. И применительно к свету, явление проявляется не локально. Одинаково и вблизи, и вдали. Свет ведет себя аналогично и на больших, и на малых расстояниях. И астрономы это в обозревых пределах наблюдают. И если мы изобразим скорость света на графике, то это будет выглядеть примерно так. По вертикали скорость, по горизонтали расстояние, и собственно сам график. Прямая линия, показывающая постоянство скорости. Какова вообще исходная ситуация по фотону и любой частице, движущейся с постоянной скоростью? Для того, чтобы какой-либо объект в природе пришел в движение и начал перемещаться с постоянной скоростью, требуются затраты энергии. И здесь возможны варианты. Основных вариантов три. Первый. Некий стактовый импульс. Толчок, задающий фотону постоянную скорость. Упрощенно можно назвать это вариантом пули. Второй вариант, когда на выход на требуемую скорость затрачивается собственная энергия частицы. С дальнейшим удерживанием постоянной скорости за счет собственных энергетических ресурсов этой частицы. Упрощенно можно назвать это вариантом гуся. Фотон сорвался с нити накаливания и сам набрал скорость до требуемого значения. И ее в дальнейшем удерживает. Третий вариант. На движение фотона и подстройку его под постоянную скорость затрачивается какая-либо внешняя энергия. Например, энергия поля. Вариант кораблик. Снялся кораблик с якоря и дальше под влиянием стихии волны ветра его куда-то уносят. Итого. Три исходных варианта. Большего не дано. Или первый, или второй, или третий. Либо комбинация на базе этих основных вариантов. Рассмотрим подробнее. Первый вариант. Толчок. Стартовый импульс. Вариант пули. Движение фотона инерционно. Самостоятельно. Зависит только от стартового импульса. Без какой-либо дальнейшей внешней подпитки. В этом случае, подобно пуле, движение фотона определялось бы собственной энергией. Энергия частицы и ее импульсом. И тогда движение реального фотона не отличалось бы от движения любого вещественного объекта. Меча, пушечного ядра, камня. Но мир при таком варианте был бы не таким, как мы привыкли видеть. От различных источников света фотоны бы излучались разными скоростями. С большим разбегом. Изменили свойства нити накаливания, получили другую начальную скорость фотонов. И график света выглядел бы не как обычно, прямая линия на одном постоянном уровне. Скорость света каждый раз могла бы быть любой другой. Даже если договориться со всей материей во Вселенной, чтобы она выплевывала фотоны с постоянной скоростью, то и тогда мы бы не смогли получить наблюдаемую картину мира. Даже при рамом стартовом импульсе для каждого фотона, мы бы в дальнейшем все равно наблюдали фотоны, движущиеся с разными скоростями. В том числе уставшие фотоны, медленно проплывающие мимо. Часть из них гуляло падала на землю в виде медленного светящегося дождичка. Фотоны, пришедшие от Солнца, преодолевшие солнечное тяготение, были бы гораздо медленнее, чем фотоны от обычного фонарика. И для цвета в целом срабатывало бы обычное сложение скоростей. Скорость света зависела бы от скорости источника света, а в природе мы этого не наблюдаем. То есть инерционная схема даже близко не сходится с наблюдаемыми проявлениями. Итого, вариант стартового толчка технически невозможен, с наблюдаемой природой он не совместит. Следующая версия, вариант номер два. Вариант гуся, или реактивного гуся, при котором фотон сорвался со спирали накаливания и сам набрал скорость до требуемого значения. Подразумевается, что на разгон фотона затрачивается ни стартовый импульс, не энергия внешнего поля, а собственная энергия непосредственно фотона. И фотон должен свою энергию расходовать для разгона и выравнивания собственной скорости до общего значения скорости света по Вселенной. На первый взгляд, вариант вроде бы неплохой. Почему бы и нет? Но есть подробности. Без участия внешнего фактора, фотону-гусю не оба что стучать крылышками. Они же должны за что-то зацепляться, иначе фотон не сможет разогнаться, если он не реактивный. Вторая проблемная позиция, уставшие гуси-фотоны. Полетел такой гусек в космос, но по дороге израсходовал свою энергию и не успел разогнаться до скорости света. И летают между быстрых гусей гуси медлительные, обессилевшие, допадающие. А такого в природе не наблюдается. Третья проблема, это согласованность гусиных действий. Но вот летит такой фотон, набирает скорость. 100 тысяч, 200 тысяч. И тут он смотрит на спидометр, или не так. И тут ему приходит телеграмма, ваша скорость достигла требуемого значения. Тогда получается, что для того, чтобы всем фотонам с одной скоростью летать, каждому из них нужно обладать собственным спидометром, решимостью удерживать именно эту конкретную скорость, а также нужны средства связи, чтобы договориться о скорости с другими фотонами. Потребуется решение гуси фотонного парламента, на котором фотоны проголосуют за общую скорость и согласованно полетят. А еще будут сообщать о ней всем новорожденным фотонам и карать непослушных гусей. И в результате получается, либо гуси фотоны это очень развитая, исключительно пунктуальная цивилизация, либо версия о самостоятельном энергоуправлении фотонов технически несуразна. Остается третий вариант. Вариант кораблик. Вариант, при котором внешний фактор определяет и поддерживает постоянство скорости света. Версия ведомого фотона. Когда движение частицы не определяется ни стартовым импульсом, ни собственной энергией. Этот вариант подразумевает наличие некой внешней среды, воздействие которой, например, колебания которой определяет движение каждой частицы, задает ей постоянную скорость. И в этом случае частице достаточно сорваться с источника, а далее она в произвольном направлении увлекается каким-либо природным фактором, например, полем. И в этом поле частица движется сообразным общим колебанием системы, колебанием поля. Отрыв. Кратковременная фаза разгона и постоянная скорость. И только этот третий вариант является единственным возможным. И только он обеспечивает постоянство скорости света. Только этот третий вариант полностью, без каких-либо исключений, сочетается с наблюдаемой картиной мира. И мы действительно наблюдаем в реальном мире частицы, перемещающиеся постоянной скоростью, совершающие незатухающее колебание. И на выходе из оконного стекла мы имеем все такой же бодрый фотон, который, пройдя по сути через твертое тело, в осень неустал и продолжает свое движение со свежими силами. И раз два первых варианта в силу конкретных причин состоятельными быть не могут, то получается, что без вариантов фотон ведомый. Он перемещается не за счет собственной энергии. И это имеет статус неизвестного научного факта. Фотон ведомый, и у нас есть привилегия об этом знать. Но и движение света должно же все-таки от чего-то конкретного зависеть. И хотелось бы знать этот самый природный фактор. Какие такие неведомые ветра и волны корабль по морю таскают? Какие кошки по космосу перемещают фотоны? И опять ситуация дворяка выпуклая. С одной стороны никаких явных кошек, таскающих фотоны на небе нет, а с другой стороны фотоны отклоняются вблизи больших кошек. В частности, свет отклоняется вблизи Солнца, и это многократно зафиксировано. Наука давно установила, что движение света зависит от массы, расположенных в пространстве. Здесь самый большой прикол. В научном смысле ситуация со скоростью света предельно проста и однозначна. Любое физическое явление может зависеть только от чего-либо реального. Если скорость света не зависит от частных реальных манипуляций с источником, то вариант только один. Скорость света все равно зависит от какого-то реального, другого, более глобального природного фактора. А поскольку все реальное, в пространстве представлено только материи, и ничего кроме материи в пространстве нет, то научный вывод из этого всего возможен только один. Скорость света постоянно осносительна в пространстве нет. И на этом вся проблематика скорости света собственно и исчерпывается. Дальше только техническая часть. Все легко описывается и считается. Материя представлена массой и полем, по дислокации в пространстве масса и полем совпадают, из чего теоретически возможен только один вариант. Скорость света постоянно только в одной системе отчета. и эта система отчета связана со средним вектором перемещения масс в пространстве. То есть скорость света постоянно не относительно отдельно взятой Луны, Земли, Марса, а относительно всей совокупности масс. Если рассматривать детальнее, все во Вселенной куда-то движется, но всегда есть некое суммарное значение этого движения. И в масштабах Вселенной материя практически стоит на месте. Поле галактик стоит на месте. Это как с водой в океане. Каждая капля куда-то движется, но океан в целом относительно Земли покоится. Так и во Вселенной все галактики движутся относительно друг друга, но если мы возьмем группу, например, миллиарг галактик, то совокупно она практически покоится относительно остальных вселенских масс. И если взять геометрически открытую область, определить для этой области средний вектор перемещения масс и привязать к нему систему отчета, то только относительно этой системы отчета скорость света может быть постоянной для всех направлений в пространстве. Вообще оцените исходную сложность задачи, от чего зависит скорость света, тот этап на котором выбор осуществляется между природным и неприродным факторами. Три варианта нужно выбрать один возможный. Природное явление зависит от чего либо реального, от чего либо нереального, от пожеланий человека. Но вот идет теоретик по городу и у него на плече появляется какашка. Варианты на него какнуло что-то реальное, на него какнуло что-то нереальное. Появление какашек зависит от пожелания теоретика. Вариант когда есть какашка, есть пожелание теоретика, но нет голубя. Голубь в принципе не изложен, забыт, придан анафеме. Голубь изыдья. Казалось бы тупее третьего варианта не придумаешь, но моченые выбрали третий вариант и допереча он называется теория относительности. Пришел однажды Эйнштейнушка дурачок и принес свои постулаты. Ученые повозмущались, что мол это не научно, третий вариант какашка без голубя, но дуры с древнейших времен пытаются захватить планету. Они быстро находят друг друга и хорошо организованы. Одни подняли шумиху, резко свершилось великое открытие и вставили так сказать алмаз теории относительности в гнездо официальной науки. Вставили неестественным образом. И теперь согласно теории относительности скорость света постоянно в любой системе отчета. Интеллектуальный совокупный смысл примерно, как если бы улитка утверждала, что все птицы летают с одной скоростью относительно любой улитки, только потому, что улитка рожки повернуть не успевает, чтобы птиц увидеть. И если мозги улиток пересадить людям, то в мире людей будет уже не важно, стоите ли вы на земле, летите ли вы на самолете, едете на танке, скорость света относительно вас будет постоянно. И так должно быть только потому, что улитки за это проголосовали. Вот реально, без каких-либо оснований, без научных данных, один затупок эту чушь провозгласил, а стадо закричало, да будет так, и захлопало в ладоши. Получается, что до пожеланий дяди работали законы природы. А потом прапорщик сказал, повелеваю, поезд стой раз-два. Отныне пресные во веки веков скорость света в любой системе отчета будет для вас постоянно. А природа идет пасется, потому что постулаты. Все срочно любим Эйнштейнов? И что там за эдакие постулаты Эйнштейнов, которые приказано веровать каждому физику на планете, иначе закидают тапки. Напомним, как эти постулаты звучат. Скорость света не зависит от источника света. Скорость света во всех инерциальных системах отчета постоянно. Давайте на доходчивых примерах реально посмотрим, что должно следовать из этих постулатов. Обычный прапорщик может заставить солдат бегать с постоянной скоростью 10 км в час. Это обычный прапорщик. А релятивистский прапорщик от обычного отличается тем, что может повелевать не только солдатами, но еще законами природы в любой системе отчета. И повелевает он всеми системами отчета, кроме системы, связанной с фарами бронетранспортера, из которого выпрыгивают солдаты. И если бы релятивистский прапорщик приказал бы солдатам светиться и бегать мимо себя со стабильной скоростью 10 км в час, а потом бы взял да улетел в отпуск, то такой прапорщик мог бы наблюдать, как меж облаков мимо самолета пробегают светящиеся солдаты с установленной скоростью 10 км в час. Ведь скорость света в любой системе отчета просто обязана быть постоянной. Ведь бронетранспортер остался на земле и сейчас система отчета связана с прапорщиком, а он извиняюсь, в самолете. И если бы релятивистный прапорщик жил на Луне, то скорость света была бы постоянно относительно Луны. А если бы жил на Марсе, скорость света была бы постоянной относительно Марса. Давайте рассмотрим, зачем вообще эти постулаты понадобились. А понадобились они для сравнения скорости света в разных системах отчета. И для чего другого они в принципе не нужны. В первом случае система отчета выбирается произвольно, а во втором случае система отчета связана с источником света. Что такое сравнение скоростей в разных системах отчета? Что мы делаем когда сравниваем? Как вообще что-нибудь с чем-нибудь сравнивается? Ученые и туры все сравнивают по-разному. Для ученых сравнение это процесс сопоставления конкретных свойств двух объектов. Например черное белое, высокое низкое. Сравнивается один тип объектов, а сравнение производится по одному конкретному критерию. Ученых не принято сравнивать например круглое и зеленое. Типа лошадь сильная, а суп красный. Подобным образом ничего сравнить невозможно. Если у вас в одном месте постоянство чего-либо, то в другом месте должно быть непостоянство. Иначе это не сравнение, а кипишение. Релятивисты как сравнивают. В одной системе скорость постоянно, а в другой не зависит. То есть прямое нарушение логики. Либо пишите зависит не зависит, либо пишите постоянно непостоянно. Иначе это сравнение жидкого с гулдоким. И сразу же еще забавный момент. Уж если релятивисты сказали, что скорость света у них постоянно в любой системе отчета, то получается, что они уже оптом сравнили все скорости на свете. Пересравнивать что-либо уже поздно. В рамках логики уже невозможно эти скорости в дальнейшем как-либо сравнивать. Бессмысленно бормотать о каких-либо преобразованиях. Сама возможность дальнейшего сравнения скоростей уже исключена их же постулатом, согласно которого все скорости света уже постоянны в любой системе отчета. И в основной и в вспомогательной. Смотрим дальше. На словах у реликтивистов получается, что скорость света постоянно и типа не зависит от выбора системы отчета. А на деле получается наоборот. Ведь скорость света у них как раз таки и зависит от выбора системы отчета. Ведь это прапорщик выбрал самолет. И постоянство скорости пробегающего военнослужащего в системе связанной с самолетом зависит не от природной спортивной формы военнослужащего, а от выбора прапорщиком самолета. Скорость света просто обязана быть постоянным относительно самолета, который выбрал прапорщик. Солдатик бежал рядом с самолетом и делал вид, что прогуливается. А если прапорщик выберет поезд, то скорость солдатика будет обязана быть постоянной уже относительно поезда. То есть в конечном итоге скорость военнослужащего зависит от повадок прапорщика, выбирающего на чем ехать. А это абсурд, товарищи. И это коричневые грани на алмазе релятивизма. Идем далее. Для наглядности давайте изобразим постулаты графические. И первое, что придется сделать, изобразить источник света. И сразу вскрывается забавный момент, о котором умалчивается в тексте постулата. Раз в схеме есть источник света, и на этот источник логически опираются долгнейшие рассуждения, то получается, что с этим источником фактически уже связана система отчета. Нравится вам это или нет, но это факт. Но в тексте постулата это завуалировано. Про систему отчета, связанную с источником света прямо не говорится, стыдливо умалчивается. Она типа есть, но ее как бы и нет. Написано по принципу я не ем бананы, а ем только содержимое банановых шкурок. По принципу я не я. Типа лошадь, но не лошадь. А это коричневые грани на алмазе релятивизма. Смотрим далее. Кроме системы отчета, связанной с источником света, в постулатах упоминаются другие системы отчета, выбранные произвольным образом, не связанные с источником света. Их можно привязать к любому поезду или например к улице. И здесь надо понимать, что между этими инерциальными системами и скоростью света нет никакой ни природной, ни логической связи. Вообще нет. Даже самой малой. Это субъективный выбор человека. Ворона пролетела, к ней привязали систему отчета, свет здесь вообще ни при чем. Но нельзя строить научную теорию вообще без логических связей по принципу лось аптека Столивары. Это нарушение научного метода. И кроме хотелок должны быть логические основания, вменяемая последовательность по привязке системы отчета к рассматриваемому объекту. И пока источник света это единственное, что связывает курочек со светом. И в данной схеме если мы не увяжем остальные куриные системы отчета к источнику света, то никакого даже малейшего отношения к свету они иметь не будут, логической связи не будет. И казалось бы, пусть вначале куриная система отчета не связана логически со светом, но мы ее впоследствии привяжем к источнику света и все будет логично. Но получится ли привязать? Оказывается, что с такими постулатами логически привязать систему отчета к свету вообще невозможно. Поясним доходчиво. Если мы, например, приклеим этикетку на окорок носорога, то скорость носорога всегда будет постоянно равна нулю в системе отчета связанной с этикеткой. А если мы приклеим этикетку на окорок жирафа, то скорость носорога здесь будет вообще ни при чем. Сам же постулат декларирует, что жираф с носорогом никак не связан. Скорость света не зависит от скорости источника света. То есть нет возможности какой-либо дальнейшей логической связи. И этим способом невозможно логически увязать никакую релятивистскую систему отчеток природному явлению привязать к свету. Скорость троллейбуса не может быть зависима от скорости жирафа в системе связанной с носорогом. То есть вы можете ходить с транспарантом о постоянстве скорости света в первой попавшейся системе, но логическая связь изначально невозможна. Вот такие пироги логика отсутствует нарушен и закон достаточного основания и последовательность выводов. То есть на проверку постулат Эйнштейна является одним большим не связанным сгустком бреда в котором нарушены все законы логики. И это дерьмо товарищи и современная физика этим дерьмом измазана. И одно дело принять на веру какое-либо разумное утверждение, а другое дело принять на веру заведомо несвязанный бред. Возьмем большую мухобойку и накроем релятивистом оптом. Весь этот миф о постоянстве скорости света в любой системе отчета рушится, если перейти от абстрактного понятия скорость света к конкретному понятию скорость фотона. Приклеим одного литивиста попой к земле, другого к луне, третьего к маршу. И выдадим им ровно одного солдата, ровно один фотон. Вот прям ровно прировно один фотон. И пусть он летит со скоростью света. Но ведь марс и луна и земля перемещаются в пространстве относительно друг друга. Разная скорость. Скорость фотона не может быть постоянно относительно всего сразу. Она может быть постоянной. Только относительно чего-либо одного. И не факт, что относительно именно этой конкретной бабушки. А чтобы было совсем понятно, давайте рассмотрим, может ли что-либо, например, один мячик, лететь одновременно с разными скоростями. Вот человек бросил мячик и относительно него этот один мячик полетел одновременно с разными скоростями. Может ли такое быть? Один целый мячик может лететь одновременно с разными скоростями только в одном случае, если мысли у мыслителя мыслящего мыслями застряли между полубулками головного мозга. Иметь ни одно значение значит не иметь ни одного значения. То есть либо скорость в конкретной системе отчета имеет одно конкретное самостоятельное значение либо у вас уже два мячика. Теперь давайте рассмотрим есть ли какая-либо фундаментальная разница между разными скоростями в одной системе отчета и постоянной скоростью в разных системах отчета. Фундаментально Это одна и та же тупость, только в другой системе отчета. В первом случае один мячик летит мимо вас одновременно с разными скоростями. А во втором случае вы летите мимо одного мячика одновременно с разными скоростями. По сути, это все равно как если бы дуры ехали на одном велосипеде, и каждая из них утверждала бы, что ее скорость отличается от скорости других дур. В любом случае, для того чтобы соответствовать идеям релятивистов, бедняжка мячик должен был бы быть одновременно в разных местах. То есть природа должна была бы подстраиваться под эти идиотские идеи. Ведь типа солнце, давай-ка свети на меня сразу со всех сторон, а то я загораю неравномерно, типа Эйнштейн приказал. В природе начхать на эти фантазии теоретиков. Посадим гонщика на велосипед, и раз скорость света постоянно, пусть скорость гонщика будет тоже постоянно. Пусть он движется всегда с одной скоростью 30 км в час. А чтобы велогонщику не было скучно, направим в лудогонку сборную мира по релятивизму. Пусть они шпарят попутно гонщику. И здесь еще один прикол. Потому как неважно с какой скоростью релятивисты поедут. Ведь скорость светового гонщика у релятивистов будет постоянно в любой системе отчета, связанной с любым релятивистом. А значит и с тем, кто едет, и с тем, кто стоит. То есть догонять релятивистам можно вообще лежа. Лежишь такой себе, догоняешь. То есть неважно, находится релятивист в процессе езды, или уже приехал. Скорость света у него постоянно в любой системе отчета. И здесь показания релятивистов начинают двоиться, троиться, и это может сказаться на освещенности. Уж раз скорость фотона абсолютно, постоянно в любой произвольно выбранной системе отчета, то для двух систем отчета один фотон должен волшебным образом превратиться в два. То есть световой гонщик сначала двоится, потом троится, вслед за приходящими релятивистами. В конечном итоге освещенность по релятивистке должна получаться кратной количеству релятивистов. Второй релятивист приходит с новой системой отчета, фотон удвоился и светлее стало аж в два раза. И если мы захотим выяснить, кто из релятивистов вменяем, у нас не получится. Как мы это сделаем? Может здоров тот релятивист, который остался в первой системе отчета, а остальные заболели? Может здоровы те релятивисты, которые догоняют, а те, которые опокоятся, зачичили? Ничего подобного. Все релятивисты фрики. Потому что они веруют в невменяемые, завещанные дурами бред. И просто приказали верить, что скорость света постоянно во всех инерциальных системах отчета. А вообще релятивистам быть прикольно. Идешь такой, а скорость света вокруг тебя постоянно, в твоей системе отчета, зависит от нее. Фонариком посветил, и вот уже скорость света не зависит от системы отчета, ведь теперь она связана с источником света. Лампочка перегорела, и скорость света опять постоянно. Типа вдоль спинного мозга постоянно, и поперек головного мозга постоянно. Смотрим дальше. В каких точках пространства мы можем задать систему отчета? Ограничений нет. В любых, в каждой. И в каждой точке пространства скорость света будет постоянно, будет зависимой от системы отчета. А в каких точках пространства мы можем задать систему отчета, связанную с источником света? Ограничений нет. В любых, в каждой. И в каждой точке пространства скорость света не будет зависимой. То есть, либо одно противоречит другому, либо сравнивается жидкое с быстрым. Нарушение законов логики. А то, что нарушает законы логики, не является научным продуктом. То есть, релятивисты являются лжеучеными в каждой точке пространства. Куда бы релятивист ни пошел, он везде дура. Неважно, в магазин или в бассейн. Далее, что вообще такое постулат? Постулат – это предположение, допущение, принимаемое без доказательств. По сути, постулирование – это угадывание. И во всех своих разделах наука прекрасно обходится без каких-либо постулатов. В научном методе их нет. Наука постулаты не приемлет. Постулирование противоречит законам логики, закону достаточного основания. Согласно которого, каждое утверждение должно быть обосновано. Вероятность верного постулирования стремится к нулю. Вероятность того, что вы угадаете своим постулатом действительный ход вещей, ничтожна. Если вы постулировали, например, что за каждой дверью скрываются еноты, открыли дверь, а там действительно сидит енот, то это не будет являться логичным результатом. Это всего лишь совпадение, не опирающееся на какую-либо причинно-следственную связь. Можно ли постулатом попасть в истину? Какова вероятность? Истина же – это что-то конкретное. Это как попасть нитью в угольное ушко. А релятивисты что делают? Берут океан целиком и ловят океаном рыбу. Но это не есть рыбалка. Это очко втирательства. Результат нулевой. Рыба как в океане была, так там и осталась. Давайте наглядно изобразим вероятность точного релятивистского результата. Спрячем нитку в сапожную щетку и постучим ей по игольному ушку. Да, какие-то ворзинки в ушко попадают. Попадают каждый раз. Но это не попадание той самой нитью. По точности попадания релятивизм подобен сексу, стоя в гамаке и в противогазе. Каким вы куда попадаете, уверенности вообще нет. Да, во вселенной женщин много. Но пока они гуляют не в системе отчета, связанной с конкретным гамаком, ваш секс в гамаке будет называться позорным словом релятивизм. Нет, гамак священен. У него каждая веревка это геодезическая прямая. И как четко они сонаправлены хоботу. С гамака не слезу, его придумал сам Римман. Далее. Если сравнивать научные статусы, например, любого религиозного догмата, и научный статус, построенный на постулатах теории относительности, то выясняется, что любая религиозная доктрина как минимум в два раза, если так можно выразиться, научней, чем теория относительности. В чем суть вопроса? Религиозная традиция основывается на показаниях индивидуумов. Один из примеров показания пророка и езекииля. И показания отдельно взятого пророка и езекииля могут быть верными, либо неверными, придуманными. То есть вероятность в худшем случае 50 на 50. А теория относительности основывается вообще не на фактах, а на заведомо придуманных постулатах, которые являются вымыслом не на 50%, а на 100%. И по этому критерию теория относительности это злостная, абсолютная лженаука. То есть любая религиозная доктрина как минимум в два раза научней, чем теория относительности. То есть практически неважно, кто вам поведал о скорости света, релятивисты или дуры, расставленные вдоль дороги, качество информации аналогичное. Вошел Эйнштейн на гуру маразма и принес оттуда скрижали. Обе с постулатами глупости. А посему придется в отношении Альберта Эйнштейна вынести приговор научного трибунала. Правом данным неразумом дисквалифицирую Альберта Эйнштейна и предаю его научной анафеме посмертно, ибо грешен он перед законами логики и научным методом. И отныне. Эйнштейн, Альберт Ульминский от науки отлучается и признается фриком безграмотным. Испражняется из физики навеки вечны. Зампали! Сайд фрик! Сайд фрик! Ибо исповедовал он искривленную мозгоглупию и заразил скудоумием много неповинных граждан. Имя Альберта Эйнштейна вносится в реестр научных фриков без права амнистии, а релятивизм отныне относится к тяжелым заболеваниям физики. Все поклонники Эйнштейна отныне причисляются к фрикам. Ибо тот, кто фрика восхваляет, сам есть фрик. Эйнштейн – это прежде всего гений, великий ученый. Релятивисты – это секта фриков. Если кто-либо по недоразумению продолжает молиться на Эйнштейна, прописываем таковым, просмотров фильмов и пронзаем их ничьем знаний прямо в головную кость. Невежды шкварчат и сопротивляются, а мы пронзаем и пронзаем. Тут и лекции конец. А кто слушал – молодец! С вами был Виктор Катючек. Подписываемся на наш видеоканал. Следите за нашими публикациями. Ставьте много лайков. Вы – элита. Вы знаете то, чего не знают другие. Краткое содержание предыдущих серий. 21 век. Бинго – земля окружена мобрами. Академию наук захватили дуры. Повсеместно плачут детишки. И вот самое чрево спускается русский физик и протыкает селедку. Аллилуйя! 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 Академия наук вступляет. Мы спасаем, от бобров спасаем. Расскажи своим друзьям про это. Разнеси благую весть по интернету. Ну что сидите-то? Просто представьте, сколько баранов пасются в вымышленном, искривленном мире. И они рулят нашей общей лодкой. Распространяйте информацию. Ловим барана и заставляем его очнуться. Заставляем смотреть фильм. Из десяти пойманных таганцев, восемь имеют шансы поправиться. Они стали баранами не по призванию, а по принуждению. И много просто обманутых, доверившихся лживой информации.